Всем привет на канале Соколенная жизнь. Сегодняшняя тема разговора можно ли содержать птиц с другими животными. Сейчас наверное самый популярный питомец это кошка, поэтому в основном убор будет делаться на нее, но те же правила действуют и на других питомцев. Кошки естественные хищники, а птицы естественная добыча, поэтому этот факт может вызвать проблемы, учитывая, что им придется соседствовать вместе. Да, кошка и птица могут жить в одном доме, но вам придется принять определенные меры, чтобы кошка не могла физически добраться до птицы в любой момент. Врожденный инстинкт кошки к нападению, захвату и игре с птицей может проявляться в любое время, даже если она лежит в обнимочку. Ну конечно, каждая кошка и каждая птица разные. Некоторым кошкам наплевать на домашнюю птицу, в то время как другие сделают своей жизненной миссией добраться до птицы. Вам нужно будет оценить характер своего питомца и всегда оставаться на чеку, если вы позволяете птице и кошке взаимодействовать. Именно дружбы нет и не будет. Если у кошки есть явные охотничьи и намерения, и она воспринимает птицу как добычу, это не изменится и птица будет всегда в опасности. Попытки, так скажем, подружить, в кавычках, закончатся для птицы смертью, так как в стране у кошки содержится бактерия пастерелла, которая при укусе или банальной царапине попадает в кровеносное русло и вызывает системную инфекцию с летальным исходом. То же самое касается и того, что птицам нельзя пить из одной миски с кошками. Помимо пастереллы в ротовой полости есть еще целый букет патогенок для птиц бактерий, но пастерелла первоочередно, так как может закончиться смертью уже через 12-20 часов после укусы. Метод угрозы, который многие советуют в интернете, не будет работать, если у кошки есть охотничий интерес, пусть даже периодически, по отношению к конкретной птице. Под присмотром вам ничего не поможет при прыжке кошки с захватом птицы примерно за 3-6 секунд, вы ничего просто не сможете сделать. Несмотря на то, что кошки хотят ловить, вы можете сделать несколько вещей, чтобы помочь этим видам мирно жить вместе в одном доме. Как можно обезопасить птицу? Пункты, которые будут озвучены далее, относятся не только к птичным птицам, но и обычным домашним. 1. Закрытый вольер или клетка. Убедитесь, что у вашей птицы есть безопасная клетка или вольера, чтобы другое животное не могло попасть внутрь, и чтобы вам не приходилось беспокоиться, когда вас нет дома. Кроме того, убедитесь, что ваше животное не может опрокидывать птичью клетку. Лучше всего поставить клетку у стены. Это не только делает птицу более защищенной, но и снижает вероятность опрокидывания клетки. Маленькие клетки, подобные тем, которые используются для канареек, часто ставят на стол и их легко опрокидывать. Прикрепите клетку к подставке или прочному столу и убедитесь, что клетка достаточно тяжелая, чтобы ваша кошка не могла ее оттолкнуть. Ну и наконец, используйте замки или карабины, чтобы невозможно было открыть дверцы клетки. С вольерами в этом плане попроще, но там нужно учитывать размер сетки, чтобы, например, кошка не могла проснуть лапу. Желательно делать два слоя. Для уличных аквалиров я считаю, что это обязательно. Второе – это размер. Чем больше, тем лучше. Клетка или вольеры должны быть просторными, чтобы обеспечить птице достаточно места, чтобы уклониться от лапы, которую кошка может засунуть, даже из любопытства. Третье – держите их в отдельных комнатах. Подумайте о том, чтобы разместить птичью клетку в комнате, куда не может попасть другой питомец. Птица в клетке, которую постоянно преследует, даже если она находится за решеткой, может испытывать ненужный для нее стресс. Никогда не позволяйте животному находиться в птичьей клетке или вольере. Это четвертый пункт. Не позволяйте ему находиться в клетке или вольере, даже если птицы там нет. Не надо, чтобы ваше животное думало об этих местах в комнате как о своих собственных владениях и развивало чувство собственности. И не забывайте, что не только кошка может навредить птице, но и птица может навредить кошке. На этом, пожалуй, все. Берегите своих питомцев и попробуйте сделать их жизнь максимально комфортной. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok